Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Здравствуйте! Как видите, наш Ан-2 покрашен. Его мы представляли на выставке 9 мая. Погода нам не дала его показать в полном красе. Был большой ветер. Продолжить нашу доделку кукурузника, нам уже никто не мешает. И сегодня мы будем устанавливать элементы на крылья нашего самолета, то бишь подкосы. Да, сегодня наша задача установить подкосы и сделаем заднюю стойку, о которой так много спрашивали, как сделать ее управляемой. Вот сегодня как раз это и покажем. Кабину будем делать отдельным уроком. Ну, в принципе, она ничем не будет отличаться от нашей маленькой полукопии. Ну, кроме размеров. Да, кроме размеров. Два раза больше. Да. Ну, и у нас остаются закрылки. Установить нужно будет на модель. Сделать расчалки. Это тоже уже в следующих уроках. Столько шасси основная. Ну, доработок еще хватает. Так что полетит он у нас не раньше, чем через месяц. Да, в середине июня мы подготовимся уже, выберем погоду и выйдем на запуск нашего Ан-2. Ну, а сегодня продолжаем собирать. Давай приступим. Так, сегодня наша задача может, конечно, показаться довольно большой и сложной. Но, на самом деле, у меня уже многое было заранее подготовлено. Многое было сделано еще перед выставкой. Тем не менее, работы нам на сегодня хватит. В первую очередь, нам нужно будет установить подкосы стабилизатора и межкрыльевые стойки. Как видите, они уже были подготовлены. Шарниры я на них поставил. Но это тоже объясню и покажу чуть позже. Ну, и сделаем сегодня управляемую хвостовую стойку шасси. Тоже она у меня заранее подготовлена. Все детали. Вот давайте с нее и начнем. Прежде чем будем устанавливать стойку на место, немножко я расскажу о конструкции. Само крепление, сама втулка, в которой будет вращаться ось заднего колеса, вот такая конструкция у меня получилась. Взял отрезок металлической трубки, можно медную использовать, но в моем случае была стальная. И к ней на тугоплавке медно-фосфорный припой припаял такую вот площадочку. Тот же из кусочка стали миллиметр толщиной, в которой три отверстия по центру под трубку и под два самореза. Кстати, площадку специально припаивал под углом, так как фюзеляж к хвосту идет на сужение, а стойку желательно было закрепить вертикально. Вот за счет этого угла я как раз и получил нужный угол установки стойки. Сама ось задней стойки будет у нас сделана из кусочка шпильки с резьбой М4. С одного конца я уже прикрутил гайку, посадил ее на фиксатор резьбы и обточил грани. Грани обточил таким образом, чтобы диаметр гайки был практически равен диаметру трубки. Нужно это для того, чтобы можно было нормально стойку установить на модель, чтобы эта гайка нигде не запиналась, не упиралась. С наружной стороны устанавливаем пару шайбочек, чтобы стойка могла легче вращаться и сразу с фиксатором резьбы заворачиваем гайку. Так как разбирать этот узел уже вряд ли понадобится, фиксатор можно использовать как раз не сильной фиксации. Но заворачиваем гайку так, чтобы ось могла свободно вращаться. Вот она свободно вращается, гайка не должна быть сильно затянутой. Ну и потом на ось одевается у нас выгнутое из жести крепление заднего колеса. Вот такой вот кронштейн получился. Шаблон этого кронштейна также будет у нас выложен в чертежах, когда их будем обновлять в очередной раз. Так что самим вам выдумывать форму этого кронштейна не придется. Колесико кстати 50 миллиметров сюда идет. Практически идеальный копийный размер. Но прежде чем ставить кронштейн заднего колеса, стойку нужно закрепить на модели. Под крепление стойки я вырезал небольшую нишу. Как помните у нас в этом месте была вклеена фанерная площадка. Вот в этой самой фанерной площадке просверлил отверстие по диаметру трубки. Ну и отверстие под саморезы. Устанавливаем стойку на место. Вот таким вот образом. И фиксируем ее саморезами. Если сперва привернуть кронштейн заднего колеса, то до саморезов мы просто не доберемся. Так что вот в таком порядке и никак иначе. Конечно можно было крепежную площадку сделать размером побольше. И тогда бы кронштейн колеса крепить ее не мешал. Но на мой взгляд это уже просто лишний вес на хвосте. Большая железяка. Прокладываем шайбы. Ставим кронштейн заднего колеса. Прижимаем еще одной шайбой и закручиваем гайку. Под гайку также желательно нанести небольшое количество фиксатора. Затягиваем как следует гайки. Самое главное не перетянуть, чтобы стойка все-таки оставалась подвижной и могла вращаться. Ну и теперь устанавливаем на место колесико. В качестве оси будет использоваться длинный болтик М3. Чтобы колесо не задевало края кронштейна проставляем гайки. По шайбочке можно добавить. Ставим колесо и заворачиваем постепенно болт. Для удобства кстати кронштейн пока можно разогнуть. Вот болт прошел сквозь колесо. Ставим еще одну шайбочку. Гайку с этой стороны и закручиваем болт до конца. Затянули одну гайку. Подправляем вторую, чтобы колесо не болталось, но в то же время сильно зажатым не было. Колесо свободно вращается, но в то же время очень уж большого люфта у него нет. Все, положение нормальное. Также на болтик капаем чуть-чуть фиксатора и зажимаем еще одной гайкой. Задняя стойка у нас установлена. Сам привод стойки, поворот от руля направления сделаем по возможности, если хватит времени. Но пока займемся подкосами. Так вот у нас есть два подкоса для стабилизатора. Я тоже уже один подготовил, установил на него крепеж. На второй поставим сейчас. Крепление, так как у нас стабилизатор не съемный, крепление я решил сделать тоже фиксированное. Разбираться оно не будет. Будет просто намертво закрепленная металлическая планка, которую потом вклеим внутрь стабилизатора. Еще обратите внимание, что крепление этих планок должно быть сделано в зеркальном отражении. То есть складываем два подкоса и металлические накладки должны крепиться с разных сторон. Не совершайте ошибок, не закрепите их с одной стороны все. Потом переделать будет намного сложнее, так как для крепежа будем использовать обычные вытяжные заклепки. Такой способ крепления быстрый, надежный, но к сожалению разобрать, в случае неудачи переделать, будет весьма и весьма непросто. Саму заклепку устанавливаем со стороны деревянной детали, ну а вытяжная часть со стороны металла. Зажимаем заклепку, точно так же устанавливаем еще одну. На одной заклепке конечно не серьезно, так что как минимум две штуки должно быть. Можно кстати это крепление сделать и пошире. Вот металлическая накладка у нас закреплена. Теперь если заклепки длинные, то вот эту часть можно дополнительно расклепать молотком. Но если заклепки были немножко покороче и пенечки эти не такие высокие, то можно оставить и так. Мне же лучше расклепать, как сделано на этом подкосе. Слишком высокие заклепки, они просто смотрятся не очень красиво. Вот получаются такие заклепочки. Конечно в нашем случае фанера не очень качественная и при расклепывании немножко начинает трескаться. Поэтому если вдруг попадется такая вот довольно слабая фанера, то все эти щели нужно будет проклеить потом циокрином. Циокрин жидкий он щели эти нормально заполняет и фанеру склеивает очень даже неплохо. Ну а после того как подготовили подкос, немножко отгибаем лепесток металлический. Примерно под таким углом, как будет у нас устанавливаться сам подкос. Примерно с каждым nyпланами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аналогично устанавливаем второй подкос. Наносим клей в прорезь, так, чтобы он внутрь попал. Немного клея на место крепления подкоса на фюзеляже. Теперь промазываем сам подкос. И ставим его на место. Забиваем клеем отверстие под штырь. И штырь также фиксируем. Все, теперь осталось аккуратно распределить клей там, где это необходимо. И задние подкосы у нас будут установлены. Задние подкосы держатся достаточно надежно. Стабилизатор теперь уже не болтается. Клей, кстати, практически схватился. Теперь переходим к установке стоек бипланной коробки. При сборке крыла мы вклеили вот такие вот шарниры. Как вы помните, устанавливали его на одну из фанерных нервюр. И вот теперь к этим шарнирам будем устанавливать саму стойку. На фанерной стойке закреплены такие же ответные части шарниров. Тут уже в количестве трех штук, чтобы маленько понадежнее это все дело стояло, не двигалось, не ерзало. Как видите, место установки подобрано таким образом, чтобы вот эти вот шарниры на самой стойке входили между шарнирами на крылье. Кстати, сами шарниры также установлены на вытяжные заклепки. Ну и в качестве оси будем использовать отрезок той же велосипедной спицы. Один конец я заточил, чтобы удобнее было прокалывать пенопласт. Тут я не стал ткань вырезать в этом месте. Просто сквозь пенопласт ось эта должна пройти. Вот таким вот образом ее ставим. Идет довольно туго, но это не страшно. Пусть лучше будет потуже. По крайней мере, больше шансов, что от вибрации в воздухе не вылетит. Какую-то дополнительную фиксацию для этой оси я делать не буду. Она, мне кажется, и так держится достаточно надежно. Ну и вот, как видите, подкос у нас получился складной. При транспортировке его можно сложить. Места он в таком виде не занимает. Зато при сборке модели очень удобно бывает его развернуть. И остается только закрепить в проушинах на нижнем крыле. Как раз сейчас это я вам и продемонстрирую. Ставим нижнюю консоль. Устанавливаем верхнюю. Совмещаем все штыри, все трубки. В принципе, крыло, конечно, и так уже достаточно жестко стоит. Ну, теперь устанавливаем на место подкос. И фиксируем его парой винтиков с резьбой М3. Этот винтик длинноват. Надо будет покороче подобрать. И гайки. Гайки, пожалуй, надо будет приклеить, когда подберутся винтики подходящие. Чтобы потом было на поле уже как можно меньше всяких проблем со сборкой и с установкой. И даже болтики можно будет подобрать с большой шляпкой, чтобы просто от руки заворачивались, даже без отверток. Подобные болтики, кстати, частенько применяются на компьютерах для крепления деталей корпуса или каких-то устройств. Так что подобрать их особого труда тоже, думаю, не составит. Получается такой вот крепеж. Крепко, жестко, надежно. И для того, чтобы сами по себе консоли у нас не снимались с трубок, к этому подкосу можно будет закрепить расчалки. Один край расчалок будет закреплен на фанерной соединительной нервюре на фюзеляже. Ну, а второй край расчалок просто крючком зацепляется за подкос и потом подкос устанавливается на место, натягивая расчалку. Все, после этого бипланная коробка у нас никуда отсюда не денется. Точно так же монтируются у нас и левые консоли. Вот как-то. Крылья нашего кукурузника закреплены. Закреплены надежно. Никакой вибрации, никаких люфтов. Можно даже потрясти модель. Все нормально держится. Ну и, по сути дела, для крепления крыльев у нас осталось сделать расчалки. Ну, а на сегодня нам осталось сделать управление задней стойкой колеса. Так, чтобы сделать управление управление хвостовой стойкой, нам понадобится кусочек пластика, для того, чтобы сделать что-то вроде кабанчика на руль направления. В кусочке пластика делаем два отверстия. По центру небольшой вырез. Но так как у нас на оси вращения вклеен карбоновый штырь, чтобы кабанчик в него не упирался, вот как раз поможет нам этот вырез. Ну, а ширина этой детали делается таким образом, чтобы отверстия находились на таком же расстоянии, как и стойки кронштейна заднего колеса. Теперь кабанчик нужно вклеить в руль направления. Делаем прорезь. Его желательно вклеить как можно ниже. Ну, конечно, не в ущерб прочности, но стараемся установить эту деталь пониже. Кабанчик входит достаточно туго. Вот и хорошо. Надежнее будет держаться. Кабанчик вклеивать будем тоже на 5-минутную эпоксидку, просто чтобы долго не ждать высыхания клея. Можно, конечно, клеить на титан или на термоклей. Но термоклей на таких размерах уже не очень надежно. Титан долго сохнет. Поэтому эпоксидка здесь нас выручает. постараюсь промазать так, чтобы клей попал во все пустоты. Но в то же время стараемся не заклеивать отверстия под тяги. Кабанчик выставляем по возможности поровнее. Кстати, не обращайте внимания на то, что остаются пятна от клея. Все это все равно будет еще раскраситься. Устанавливаем тяги в кабанчик на руле направлении. Ну, а вторые концы ставим в отверстие. У меня тут несколько вариантов было просверлено. Ну, на мой взгляд, тут самое лучшее управление будет, если установить тяги именно в эти отверстия, просверленные снизу кронштейна колес. Так, один наконечник готов. Хорошо, что отверстие оказалось чуть больше, чем диаметр проволоки. Позволило это такой фокус провернуть. Конечно, будут чуть-чуть люфты из-за размеров отверстий, но, тем не менее, где-то оно помогает. Ну, это все. Тяги установлены. Как видите, при движениях руля направления вращается и колесо. Чуть-чуть надо кое-где наконечники подогнуть, чтобы не упирались. Все, управление работает. Сейчас осталось выбрать люфты и выставить стойку более ровно. Вот сейчас руль направления стоит в нейтрале, а колесо чуть-чуть вывернуто в сторону. Поэтому одну из тяг слегка подгибаем. Тоже наши старые знакомые V-образные изгибы, которые мы делаем на тягах для регулировки их длины. Вот. Все. Люфтов не стало. Никаких закусываний тоже нет. Стойка вращается. Руль направления может работать тоже свободно. Все нормально. Ну что, друзья, наш марафон по сборке Аннушек движется к финалу. Наш кукурузник все становится интереснее. Набирает все свои элементы, которые должны быть. Капот у нас готовый. Установить кабину, поставить шасси. Ну и там по мелочи у нас еще будут уроки, чтобы его поднять. Ну уже результат налицо. Результат заметный. Модель уже принимает окончательный вид. Осталось на самом деле поставить кабину и основную стойку шасси. После этого самолет уже будет смотреться как полностью готовый. Краска еще, как Алексей сказал, еще не завершена. Будут и наклейки, и надпись, что это авиалесоохрана. где-то докрасить места, потому что органза была серая и видно просветы. Ну это уже в процессе мы доделаем. Факт тот, что основная работа сделана. Сейчас мы будем готовить уже к полету. На этом мы наш урок заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, как наш кукурузник вам. Все размеры вы уже видите, ну кроме капота. Тут мотор зато стоит, и по мотору можно определить, какой длины будет капот. Ну а так, модель перед вами осталась немножко, месяц, и мы увидим полет вот этой грациозной птицы сельхоз варианта. Заходите на наш ворум, приходите на стримы каждую пятницу в 19.00 по Москве, в субботу в 11.00 по Москве. Присоединяйтесь к нашему сообществу единомышленников ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Очень много сейчас информации для новичков, очень много ребят, которые присоединились уже, будучи опытными моделистами, помогают нам, и для вас не составит труда узнать какую-то информацию для себя, чтобы получить больше опыта в этом хобби. На этом урок заканчиваем. Будьте с нами, смотрите нас, друзья. Пока. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Субтитры создавал DimaTorzok